Количество зараженных коронавирусом продолжает расти, а вот койк в больницах на всех не хватает. В связи с такой ситуацией в городском департаменте здравоохранения сообщили, что в ближайшие несколько суток будет открыто еще 190 новых мест. Подробнее про эпид-ситуацию в городе и регионе расскажет Татьяна Брумбей. Красную зону Одесса встречает с 28 свободными койками для больных коронавирусом. Уже несколько месяцев получают медицинскую помощь в опорных больницах только тяжелые больные. Остальных же после осмотра и назначений отправляют лечиться домой. Ежедневно госпитализации требуют десятки пациентов. А на вопрос, всем ли заболевшим окажут помощь, в мэрии отвечают. Очекается поставка до кинца тижня двух креоцилиндров по 2000 литров для миской клиничной лекарни номер 8 и инфекционной лекарни. Распочатые работы по пятой лекарни Троицкая 37 больше не подключены на 69 точек, всего 110. Заплановано выкрытие миской лекарни номер 8 23 березня на 100 лижек с киснем. Кровати могло бы быть больше, но больница железнодорожников никак не может заключить соответствующий договор с Национальной службой здоровья, говорят в мэрии. Вместе с тем волонтеры сообщают, что обращений на выдачу концентраторов увеличились в разы. Только за минувшие сутки пациенты забрали 32 домашних кислородника. Сейчас опорным стационаром благотворительный фонд корпорации «Монстров» предоставил 200 аппаратов. А на руках у одесситов и жителей региона находится 360 волонтерских концентраторов. Общее количество выданных аппаратов превышает наличие мест в Одесской инфекционной больнице. В областной администрации рассказывают, случаи отказа в госпитализации бывают, но их не фиксируют. Тем не менее, места в медучреждениях есть. Ситуация по области стабильна, но это не говорит о том, что завтра у нас будет много вильных лижек. На сегодня мы имеем 60 лижек с централизованным киснем, это областная лекарня. И сегодня уже дополнительно сформованы бригады медицинского центра, еще 60 лижек с централизованным киснем. Это уже 120, но сегодня было за ночь, но только не в мене 120. 143 были с подозрой на COVID. Это экстрена медичная помощь, это те люди, которые обратились к швидке, но не было, а еще и самому обратились. И есть не один вид транспорта экстрена медичная помощь. У нас тоже много таких моментов, когда выезжает наша экстренка, а уже там есть другая швидка, а швидка может отмазать. Позвонили, лешка нет, когда там Минтасана, Одрикс. На сегодня в ручном режиме могут быть случаи, я их не вычислю. Ситуация с количеством заболевших, по словам волонтеров, становится критической. Только за прошедшие сутки положительный тест на COVID получили 745 жителей Одесской области, 401 одессит и 344 жителя региона. Из 303 пациентов Одесской инфекционки более 200 находятся в тяжелом состоянии. От осложнений болезни в регионе умерли два человека. 52 пациента получили долгожданные негативные результаты. Все чаще фиксируются случаи заражения у детей. За вчера 8 человек были отправлены на самоизоляцию. Тем временем вакцинированных в регионе за сутки стало больше на 30 человек. В облдепартаменте отчитались, что все желающие получить прививку чувствуют себя хорошо. На сегодня в Одесской области уже щеплено более 3900 осень. Однако важную роль в профилактике заболеваний имеют и заходы неспецифичной профилактики, как гриппа, так и COVID-19. Мы их хорошо с вами знаем. Регулярное мытье рук, использование антисептиков, поддержание социальной дистанции в громадских местах и носение защитных масок, регулярное проветривание и влогоприбирание примещений. Напомню, с 23 марта наш регион становится красным. Такое решение приняли в Госкомиссии по вопросам техногенной экологической безопасности. В красной зоне запрещено принимать посетителей в заведениях общественного питания, торговых центрах, развлекательных и культурных заведениях, ограничено проведение массовых мероприятий, работа фитнес-центров, посещение учебных заведений и осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров. С последним в Минздраве уточнили, что возможна перевозка пассажиров легковыми автомобилями, служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и железнодорожными рейсами в пригородном сообщении.